привет друзья здравствуйте все птицы ловы сегодняшнее видео назовем подражатели и отзывы на зоне ну вначале о подражателях естественно вначале самое интересное значит только что ребята приехали из екатеринбурга приезжали брали корма брали корма и рассказали мне интереснейшую вещь оказывается у меня на птичьем рынке в екатеринбурге появились подражатели то есть какие то нерусские не знаю надо будет съездить я всех знаю всех ведь знаю кто это там такой умный закупили такую же точно тару как у меня и точно такие же корма стали делать 50 процентов канареечного семени в смеси для канареек 15 компонентов 15 компонентов зерносмесь там еще не помню там короче говоря в общем насмотрелись моих видео эти пассажиры насмотрелись моих видео как я что-то замешиваю и начали банчить банчить на рынке я никто никому не мешает торговать ради бога только вы своим трудом зарабатывайте нервусь поганая совсем ёбнулись чушки это я конкретно сейчас говорю тем скорее всего узбеком у нас большая узбекская диаспора я сейчас точно узнаю буквально сяду на телефон или доеду до рынка и узнаю срочно кто это у нас такой умный так вот конкретно говорю чушки с ума не сходите от жадности мне русских барыг вот так вот вы что решили мою интеллектуальную собственность украсть что ли вы делаете свое дебилы делайте свое торгуйте своим ну банки понятно там одинаковые это как бы это не предъявишь но мои составы вы не имеете права вот просто не имеете права использовать мои составы это моя интеллектуальная собственность так что дебилоиды давайте это как-то там поскромнее на рынке что касается что касается любителей я уже неоднократно ведь объяснял все вот эти вот мои корма я не одним годом это не несколько лет я смотрю все каждая каждая тонна которая приходит это берется часть это через моих птиц проходит все зерно проверяется то есть допустим вот в этом году травили ставрополь и травили в краснодарском крае мышей фермеры они там отравили практически весь юг отравили от лебедей до лист все утра вытравили кроме мышей так вот я там грамма не купил грамма где берут эти не русские я не знаю также также как и на рынке они точно также суть не в этом опять же опять же суть не в этом суть в чем если у какого-то любителя то есть эти люди они взяли узнаваемую узнаваемую упаковку узнаваемое название да так они сделали точно не так я не знаю да то есть ну по составу ну там всем говорят что делают один в один по моим видео видео я кстати стер вот и если у кого-то начнут дохнуть птица ко мне чтоб никаких претензий не было вообще просто потому что очередному барыги опять захотелось заработать в этот раз на моем имени уже ко мне чтоб никаких претензий не было если вы берете не знаю где там ищите какую-то дешевку дешевка изначально не может быть просто порядочным нормальным зерном потому что это дешевка она или где-то провалялась или затклая или и так далее и тому подобное так вот если у кого-то птицы начнут дохнуть ко мне претензий чтобы не было но так-то все ну нервы смурые хочу бы не выдумать я уже предупреждал я свою вот этот мой попугай логотип жизнь с птицами сейчас я его оформляю сейчас я его оформляю как свой товарный знак он уже работает как товарный знак если у кого-то увижу кто подделывает подделывается под под мой товарный знак под мою под мою так скажем под мой магазин под мою фирму под мои труды мало не покажется ребята даже не думайте что кто-то пойдет к мусорам вот об этом даже не думайте думайте как убежать это не шутка имею возможность правду имею ну сейчас давайте в общем то все сказал еще раз говорю имейте в виду если начнет дохнуть птица такие случаи уже были в екатеринбурге на на птичьем рынке в прошлом году насколько я помню рапс лыжный туда заплыл и потом весь екатеринбург ездил ко мне за рапсом начала птица дохнуть дуться и и если опять на что-то то же самое начнется я здесь ни при чем если кто-то под меня подделывается под мои составы под мою упаковку то я здесь не при чем имейте это ввиду я себя снимаю ответственность вы платите деньги сами смотрите кому это уже не мое дело ладно давайте посмотрим отзывы сейчас ну давайте посмотрим отзывы значит последнее время калининград стал через озон проходить город калининград имейте ввиду ребята то есть так я послать не могу через транспортные компании озон стал проходить то есть у меня берут калининграда карма потом стала проходить белоруссия поэтому в казахстане ребятам тоже говорю посматривайте вдруг начнет проходить казахстан тоже я пока не сделал фитосанитарный сертификат это все очень не быстро и недешево я конечно сделаю когда-то когда время дойдет пока не сделал ну вот где-то проходит где-то нет имейте ввиду но давайте посмотрим отзывы вот я включил вот я включил озон сейлер это моя платформа то есть не не просто озона как у вас моя платформа отзывы отзывы нажимаем и выплывают от 15 0 7 1 отзыв пятерка 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 тройка комментарий комментарий алла к 3 звезды канарейки не в восторге ну сейчас сходим посмотрим у меня в восторге не в восторге пятерка 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 читать не буду хороший добротный ну понятно потому что если все читать то это будет очень много времени на это уходить набор птицелов 17 все отлично недостатков нет отличная смесь пятерка зерно смесь 15 компонентов 4 calls мяки джем3 джеймик д- написал почему 4 звезды поставил не понятно хороший вернос ме� ну хороший вернос мая значит хороший вернос ме только почему четверка если хорошую зерно сме я не понял ладно зерносмесь 15 компонентов котерка зерно смесь 15 компонентов прекрасный корм прекрасный корм написан комментарий значит дальше зерносмесь пятерка 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 зерноспесь 50 процентов пятерка разнотраве 4 поставили 4 ну 44 и тут же разнотраве еще одно все отлично комментарий пятерка зерносмесь 50 процентов хороший корм пятерка разнотраве пятерка зерносмесь зерносмесь для певчих птиц 5 килограмм 15 компонентов четверка о комментарии написано дмитрий n дмитрий n вот мне очень интересно дмитрий n если корм хороший почему же тогда 4 звезды они 5 мне вот интересно если на 4 звезды ну напиши тогда что не устраивать то на 5 звезд может упаковка или что-то ладно набор птицелов пятерка разнотраве пятерка набор опять птицелов пятерка так и здесь даже есть комментарий дина ш муж заказывал для птиц очень понравилось качество птицелов ских сетей в комплекте да и корм хороший птицы съедают его весь без остатка спасибо диночка спасибо за хороший комментарий значит дальше пятерка стоит захар м мешок другое не как на картинке корм хороший второй раз заказываем ну сейчас сейчас я уже говорил на эту тему были мешки разные бы ушные всякие покупал сейчас идут мешки уже с моим логотипом все и их закуплено несколько тысяч штук их очень надолго хватит так зерносмесь для малых попугаев пятерка так дальше зерносмесь для диких птиц 3 килограмма пятерка 5 килограмм пятерка зерносмесь так все пришло пятерка для так зерносмесь 15 компонентов отсев все отлично пятерка зерносмесь для попугаев пятерка набор птицелов пятерка значит здесь очень интересно очень интересно прислали не тот товар одна единица на эту тему сейчас я тоже пойдем и поговорим захар м город это у нас чапаевск город чапаевск так дальше пошли камин так отсев отсев кормовая добавка комментарий все отлично пятерка зерносмесь пятерка для амадинов пятерка разнотравия разнотравия пятерка 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 все одни пятерки так отсев четыре звезды отсев пятерка отсев пятерка зерносмесь пятерка зерносмесь пятерка зерносмесь пятерка 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 показать дальше очень много их я уже даже так стараюсь быстрее листать Разнотравия, набор птицелов Набор птицелов Спасибо Владу Вам спасибо ребята за такой Комментарий, пятерка, пятерка Разнотравия, разнотравия Все пятерки, одни пятерки Достоинства, хорошее свежее зерно Спасибо, спасибо за комментарий Зерносмесь, пятерка Зерносмесь, отсев Зерносмесь, зерносмесь, набор птицелов Все одни пятерки Их так много, что просто их можно целыми Шикарная зерносмесь Спасибо за отзыв То что надо Спасибо за отзыв Отличная зерновая Отличная зерновая смесь Я доволен покупкой Это у нас Валерий П Спасибо Валерий И опять зерносмесь Пятерка, пятерка, пятерка Их тут десятки этих Отличная чистая Алексей Отличная чистая зерносмесь Классные, классные сети Классный корм, нормальный корм Чистое зерно Чистое зерно Очень много отзывов Все их читать Очень долго Так, вот интересно Интересный, хорошо едят птицы Но звезды четыре Мне вот это третий уже случай Тимофей Р Хорошо едят птицы Если хорошо птицы-то едят Почему четыре-то звезды? Я боять не могу Ладно, дальше пошли Пятерка, пятерка Хороший корм Отличная зерновая смесь Недостатков нет И опять пятерки Одни пятерки Их очень много Сами видите Рекомендую Пятерка Пятерки, пятерки, пятерки И пятерки Дальше смотрим И снова Пятерки, пятерки, пятерки Их так много Дальше смотрим Что все их просто читать Вот, к примеру Едят в лед Пятерка Хороший корм Пятерка Недостатки 0 Достоинства Отлично Комментарий Отлично Отличная зерновая смесь То есть Ну Их очень много Их все читать Это можно годами Их читать И опять Пятерка, пятерка, пятерка Пятерка и пятерка Я думаю Наверное Хватит Потому что Их Очень много Этих отзывов Ну просто Очень много Показывать их Все бессмысленно То есть Ну Ну вот Мешки стоят Все вам сейчас Какой-нибудь Открою Такой Поменьше Побольше Вон Побольше Открою Чтоб не нагибаться Ух ты Как Завязано И ковшик И ковшик Сейчас Зацепим Вот Ковшик я зацепил Этого Отсева И сейчас Прямо К канарейкам Прямо С камерой Пойду У меня Очень много Птенцов И у дикарей И у Канареек Поэтому Я Крайне Аккуратно Стараюсь Сейчас Вольеры Заходить Стараюсь Без Без Повода Вообще Не заходить Вот здесь Стоит У меня Вон Птенчик Маленький Кстати Птенчик Уходи 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 Птенчик Вот Отсев Вот я Еще Сыпанул И Выхожу Все Не успел Выйти Канарейки Уже Присаживаются Давайте Посмотрим Минуты Какие Прошли Вот Я Только Что Вышел Канареек Уже Куча Налетела Вот У Аллы Не в восторге Алла По-моему У Аллочки Не в восторге А у меня В восторге Как так Ха-ха-ха 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 Ну-ка Поближе Что ж У меня Они в восторге Не могу Понять Что Относительно Отсева Хочу сказать Я уже Говорил Еще раз Повторяю Отсев Это не Корм Отсев Это Кормовая Добавка Ну Что такое Сам по себе Отсев То есть Когда Фермер Собирает Культуры Это Отсев Это может быть Не с одной Культуры Это с нескольких Всего Скорее всего Вот эти Вот Этот отсев Он с нескольких Культур Потому что Там попадается И чмень Малые зерна И Пшеница И лен И там Еще что-то То есть Вот Он обрабатывает Когда Вот этот Отсеиваются Палки Дикие Семена Там Пустые Семена Культуры И так далее И это Все Вот это И называется Отсев То есть Если Разнотравия Его Уже Вот из Разнотравия В принципе Фермеры Делают Потом Провеивают Отсева То есть Это Еще Провеяно Там На 2 На 3 Раза Веялкой И Уже Допустим Там Луговые Семена Там Тимофеевка И еще Что-то Сидираты Какие-то Различные Добавляются Вот это Разнотравия А отсев Это просто Отсев От культур Вон Они сидят Их Очень много Там Почти Пол Пол Вольера Сидит На отсеве Они Сейчас Выклюют То Что Им Надо Они Не будут Седать До конца Птица Никогда Что дикая Что канарейка Никогда Не съедает Отсев Полностью И не будет Седать Они сейчас Все что им надо Выклюют Самое вкусное Что они считают А потом Это останется Вот она же Стояла Там уже Что-то было Насыпано Они не ели Сейчас Только свежего Посыпало Они все толпой Туда Ринулись Сейчас что-то Они посъедают Что-то Опять Останется То есть Вот так вот Отсев Никогда Не выедается Полностью Ну В восторге Ну Сами Видите Я же не обманываю Никогда Я вообще Никогда Не обманываю Особенно Женщины Детей Обманывать Просто Нельзя Так Вот Отец Научил Что касается Второго Там Комментария Там Гондольер Очередной Поставил Единицу И написал Что я Не тот Товар Приквал Я долго Ждал Когда Это придет Уже Сейчас Естественно Нет Я Потому что Этот Пакет Десятикилограммовый Распотрошил И пришлось Снова Насыпать Птицам Потому что Я боялся Что тварь Ее отравит Просто Отравит Если я пошлю Кому-то Другому То есть Человек Может Пострадать То есть Я распотрошил Дал во все Вольеры Ну Слава Богу Все в порядке То есть Я послал Нормальный Корм Для канареек 50% Канареечного Семени Но Человеку Не надо было Если его можно Назвать Этого Дятла Человеком Мой товар Ему Хотелось Нагадить Человек Прекрасно Знал Что с меня Вычтут Там Вычли Что-то там 1200 По-моему Мне вышли За возврат За то Что Я послал Якобы Брак Не тот Товар Вот Хотел Нагадить Хотел Нагадить Я могу Рассказать Из-за чего Ну Смысла Нет Там Ну Там Точно Такая Же История Конченые Просто Таких Много Таких Много Я за Свою Жизнь Поотсидел За таких 13 Лет И Давно Уже Понял Что Уродов Их Не Переколотишь Это Бессмысленно На Место Одного Встает Встроено Ряды Ряды Смыкают Их Встает Встает Уже Два Урода Три Урода Смысла Нет Не спорить С ними Не наказывать Бог Не фраер Закон Бумеранга Никто Не отменял Сами Себя Наказывают Вот Как-то Так Но Все На этом Наверное На сегодня Еще раз Хочу Предупредить Кто Будет Покупать На Екатеринбургском Рынке Это Не Мой Товар Это Не Мои Смеси Поэтому Всю Ответственность Я Себя Снимаю Если Там Будет Написано 50% Конреечного Семьи Корм 15 Компонентов На Заборе Тоже Написано Ребята Это Не Мой Товар Это Просто Хороший Коммерческий У нерусских Очень Хороший Коммерческий Ход За Это Еще Я думаю Что Ответ Будет Потому Что Нельзя Чужое Красть Нельзя Делайте Своё Торговать Никто Не Запрещает Чужое Окрасть Нельзя Так Вот Это Хороший Коммерческий Просто Ход Люди Украли Название Люди Взяли Такую Же Упаковку Имеют Право На Раскаченный Китайцы Вон Полмира Подделывают В общем Имейте Ввиду Если Птица Начнет У вас Сдохнуть Я тут Не Пришел Ну Все Пока До новых Незабываемых Встреч Незабываемых .